Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомимся с их автобиографией. Джон Анстер Фиджеральд. Джон Анстер Кристиан Фиджеральд. Британский художник и романтик ирландского происхождения, крупнейший представитель викторианской сказочной живописи. О жизни художника известно мало, точная дата рождения неизвестна. Известно, что он был крещен в церкви Святой Марии Ламперде 5 февраля 1823 года. Я беру данные из Википедии. На момент смерти в 1606 году Фиджеральду, как утверждалось, было 87 лет. Его работы были впервые показаны в Королевской академии художеств в Лондоне в 1845 году. Его картины участвовали на этих выставках постоянно, вплоть до 1902 года. В конце 1850-х создал серию изображений для регистрированных лондонских новостей. Основная продукция художника, особенно в поздний период творчества, это картины на исторические сюжеты. Портреты заказчиков и обнаженных натурщиц не выходили за рамки викторианского стандарта. Художник часто не датировал картины и не надписывал их названия. Торговцы и коллекционеры часто переименовывали их. Обычно картины небольшого размера, 30 на 36 сантиметров, написаны маслом. В 1849-м женился на мэрии Энбар, которая на тот момент была 19 лет. У них было не менее четырех сыновей и двух дочерей. Современники вспоминали о нем. Он был живописный старик. Вся его жизнь была одним длинным сном в летнюю ночь. Фиджеральд имел узкий круг знакомств, посещал лондонский клуб «Дикарь» центром духовной жизни, которого было искусство, литература и христианской религии. Своим названием он был обязан поэту, а также желанию членов клубов отказаться от пафосности и элитарности подобных клубов и предстать рабочими людьми, то есть дикарями в литературе или искусстве. Пальсификаторы XX века были активны в создании подделок, сказочных картин художников. Фиджеральд черпал вдохновение в фольклоре, в собственном воображении шекспировских сюжетах. В истории писал портреты многофигурной жанровой работы. При этом его произведения достаточно слабо связаны с литературными первообразами. В его творчестве находили мотивы Иронива Босха и Питера Брейгеля-старшего. Картинам и художника свойственен зловещий трагический характер. Искусствоведы объясняли этой ирландской фольклорной традицией изображения волшебных персонажей злыми, а не добрыми, а также воздействием наркотиков, которые, вероятно, употреблял художник. Художник часто использовал яркие цвета, красные, синие, пурпурные. Фон на его картинах обычно темный. Персонажей всегда большое количество. Они вступают с друг другом в странные, часто враждебные отношения. Искусствовед писал о его работах. Яркий мир, созданный Фиджеральдом, при ближайшем рассмотрении, становится мрачным, заполненным маленькими порочными феями, мучающими птичек, насекомых, мышек и другие существа. Разделения художника были забыты после его смерти. После длительного перерыва внимания к картинам художника привлекла в 1998 году выставка викторианских сказочных картин Королейской Академии Искурств. Наиболее интересными среди циклов картин художника в настоящее время считается цикл картин о сновидениях и спящих девушках, цикл картин о таинственных существах волшебного мира. Умер художник в 1906 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о британском художнике романтике ирландского происхождения, крупнейшем представителе викторианской сказочной живописи Джон Анстер Фиджера или Джон Анстер Кристиан Фиджера. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok